Сегодня мы сделаем первый шаг к небу. Подготовимся к штурму линии Армстронга и покорению ближнего космоса. А также вспомним героические события, происходившие 85 лет назад. Но для этого нам понадобится спуститься под землю. В московском метро станций, связанных с покорением неба, немало. Это и Чкаловская, и Авиамоторная, и Аэропорт. Мотивы авиации прослеживаются в оформлении Домодедовской и Семеновской, бывшей Сталинской. Но сегодня мы на станции, с которой связано самое большое количество городских легенд. Это Маяковская. Что вполне объяснимо. Открытая 11 сентября 1938 года, станция поражала пассажиров огромными сводами, опирающимися на изящные металлические колонны. Такое решение было впервые использовано именно на московских станциях. С гофрированной облицовкой этих арок связана одна из старейших воздухоплавательных легенд. Знающие люди рассказывали, что это остатки внешней оболочки так и недостроенного дирижабля Циолковского. Хотя доля правды в этих слухах тоже была. Ленты из нержавейки создавались в долгопрудном на заводе дирижабле Строй. Но на этом она, пожалуй, и заканчивалась. Остальное лишь красивый вымысел. Но мы приехали на Маяковскую, чтобы вдохновиться другими шедеврами станции. Мозаиками Александра Дейнеки. Спешащие пассажиры зачастую их не замечают. Ну, не будешь же в самом деле задирать голову к мраборному небу в бегущей толпе. А над ними, между прочим, парит памятник эпохи покорения атмосферы. Мозаичный стратостат. В 30-е года аппараты легче воздуха стали основным инструментом исследования атмосферы. В то время даже рекордные самолеты с трудом забирались на 5-6 километров. Слабые атмосферные двигатели задыхались и быстро теряли мощность. До эры геофизических ракет оставалось еще полтора десятка лет. Поэтому пионеры исследования больших высот пользовались особыми воздушными шарами. Стратостатами. Первый стратостат взмыл в небо 27 мая 31-го года. Его создатель, профессор Брюссельского университета Агюст Пикар, первым из людей достиг высоты 15 километров, оставив под ногами более 80% атмосферного воздуха. Полет позволил собрать огромное количество научных данных о давлении воздуха, изменении температур и даже о космическом излучении. Рекордный полет чуть было не стоил Пикару жизни. Отказала система регулирования температуры, и при наружных минус 50 швейцарец изнывала 40-градусной жары. Да еще и дышал парами ртути из разбившегося барометра. Стратостат лишился управления из-за перехлеста строп клапана. Экипаж даже не мог стравить газ, чтобы начать снижение. Но главное, он подтолкнул других к штурму высоты, ранее считавшейся неприступной. 19 километров. На этой высоте вода кипит при 36 градусах, то есть при температуре человеческого тела. Именно на этой высоте начинается так называемый биологический космос или космос человеческого организма. Советские авиаторы приняли вызов. Началась разработка сразу двух параллельных независимых проектов. Гидрометеорологический комитет привлек проекту ведущих инженеров ЦАГИ, Академии Жуковского и НИИ ВВС. А Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, сокращенно ОСАВИАХИМ, силами инженеров-энтузиастов Ленинградского отделения запустило собственный проект. Началась битва за высоту. 30 сентября 1933 года первый советский стратостат СССР-1 побил рекорд Агюста Пикара, поднявшись до рекордных 19 километров. Пилоты шара вернулись на землю героями. Весь экипаж и руководители создания аппарата были награждены орденами Ленина, высшими наградами страны. Им посвящали статьи в газетах, передачи на радио и даже снимали документальные фильмы. Естественно, такие почести не могли не подстегнуть амбициозную команду разработчиков ОСАВИАХИМа. Несмотря на очевидные конструктивные просчеты, руководители проекта все-таки решились на запуск. И 30 января 1934 года стратостат взмыл в небо. За без малого два часа полета шар достиг высоты 22 километра. И продержался на ней 12 минут. Рекорд СССР-1 был разгромлен. Стратонавты отправили несколько приветственных телеграмм и приступили к снижению. И здесь начались проблемы. Как позже установит правительственная комиссия, пребывание на рекордной высоте вызвало перегрев газа в баллонах стратостата. Чтобы начать снижение, пилотам пришлось выпустить из оболочки значительно большее количество водорода, чем это было допустимо для безопасной посадки. Снижаясь, шар остывал. Падала подъемная сила, и примерно на 12 километрах она практически пропала. Теоретически, шар могло спасти сбрасывание 700 килограммов балласта, но в распоряжении стратонавтов было всего 400 килограмм свинцовой дроби. Да и шлюзовой механизм сброса не позволял быстро избавиться даже от нее. Воспользоваться парашютами экипаж тоже не смог. Чтобы открыть входной люк, нужно было открутить 28 гаек на потолке гондолы. Даже на земле на это уходило около получаса. Экипаж ОСА «Авиахим-1» был награжден орденами Ленина впервые в истории СССР посмертно. Тела стратонавтов были кремированы, а прорезь захоронен в Кремлевской стене руководителями страны – Ворошиловым, Сталином и Молотовым. Стратосферные полеты продолжались по всему миру с переменным успехом. Агюст Пикар загорелся новой целью – покорением самого глубокого места на Земле. И тремя десятилетиями спустя на батискафе «Триест» достиг дна Марианской впадины. Пикар стал иконой техногиков 60-х, и это отразилось даже в популярной культуре. Капитан Энтерпрайза обязан своим именем именно неутомимому швейцарцу. Вот такая история скрывается всего лишь за одним из 30 мозаичных панно станции Маяковска. И теперь мы хотим отправить свою электронику в стратосферу. Туда, где 80% атмосферы остается под ногами. Земля становится круглой, а над головой остается лишь бездна космоса и не мигающие звезды. Наша задача – преодолеть отметку 21 километра над уровнем моря и выяснить, будет ли работать многострадальная Ардуино Уно после долгого пребывания на минус 60 градусов, при давлении всего 8 миллиметров ртутного столба. Разумеется, просто отправить плату на воздушном шаре было бы весьма тривиально. Чего только не запускали в стратосферу. И фигурки Лего, и наручные часы, и фотографии котиков. Даже шаурма и та побывала в ближнем космосе. Поэтому усложним задачу. Сделаем бортовую электронику из простых, легко доступных электронных модулей. Наш бортовой компьютер должен фиксировать и записывать на SD-карту, высоту, атмосферное давление, температуру и координаты по GPS GLONASS. Последнее, критически важный параметр. После окончания полета, именно по этим координатам мы будем искать гондолу нашего стратостата. Если все пойдет как задумано, компьютер скинет нам SMS с координатами места падения. Для этого воспользуемся GP Red Shield. Если все-таки что-то пойдет не так, мы рискуем потерять не только ардуинки, но и пару GoPro, которые будут снимать все происходящее в небе. И чтобы свести риски к разумному минимуму, мы устраиваем настоящее испытание здесь, на Земле. В прошлой серии мы вволю нарезвились с жидким азотом, спичками и пропановой горелкой. Однако, как мы все прекрасно понимаем, это зрелищно, весело, интересно, но реальные испытания температурных диапазонов выполняются совершенно иначе. Поэтому сегодня мы собрали два идентичных бортовых самописца и проведем сравнительное ресурсное испытание. Первый компьютер на сутки поместим в термоизолированный контейнер с сухим льдом. Температура перехода диоксида углерода из твердого состояния в газообразное минус 78,5 градусов. Это похоже на температуру, в которой модуль окажется в стратосфере. По интерфейсу RS-485 информация с платы будет передаваться на вторую Arduino Mega. Находящийся в обычных условиях компьютер будет сравнивать свою телеметрию с показаниями датчиков модуля, фиксировать отличия и записывать всю картину испытаний на SD-карту. Эксперимент хоть и простой, но более показательный, чем купание в жидком азоте. Субтитры создавал DimaTorzok Мы слегка затянули с подготовкой эксперимента и тестирование удалось запустить только в 10-м часу вечера. Поэтому, чтобы проанализировать локфайл и сделать выводы засветло, мы прервали эксперимент спустя всего 20 часов. Когда мы открыли бокс, показалось, что мы серьезно облажались. Контрольный термометр на крышке показывал всего около минус 20. И в это можно было бы поверить, если бы сухого льда не осталось. Но его-то было больше половины контейнера. Нам предстояло решить, чему мы верим больше. Основным физическим константом или показанием китайского биметаллического чуда. Второй момент, который пошел не совсем по плану. Холодный модуль вмерз в гранулы СО2. Мы хотели достать его из коробки, не разбирая, но ледяной панцирь не дал нам этого сделать. Модуль пришлось выключить и частично разобрать. Продолжение следует... Мы извлекли SD-карточку из холодной платы и, затаив дыхание, вставили ее в картридер. Даже беглый просмотр лог-файла дал понять. Плата оставалась в рабочем состоянии в течение всего эксперимента. Холод оказался нипочем к артридеру и RS-485, а вот с сенсорами дела обстояли несколько хуже. Не подвел только старый добрый герметичный DS-18B20. Он быстро опустился до предсказанной температуры в районе минус 78 и стабильно показывал это значение в коридоре 2,5 градуса. Со всем остальным получилось по заветам великого Мерфи. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Для аналогового тройка модуля послезавтра наступила примерно через полминуты. Последнее достоверное показание зафиксировало 48 градусов ниже нуля. А затем датчик замерз окончательно. Стабильный водовая минус 50. В целом это даже неплохо для датчика, рассчитанного на минимальную температуру в минус 40. Приятно удивила и низкая тепловая инерция модуля. Он реагировал на экстремальное охлаждение гораздо быстрее других сенсоров. А вот термометр, расположенный на чипе ему барометра, откровенно разочаровал. Мы ждали от него гораздо большего. Но термоэлемент LPS331 сдался всего лишь при минус 25. Самое неприятное, что модуль откровенно врал по высоте. Меньше минуты нам хватило, чтобы упасть законных московских 200 метров над уровнем моря до почти полутора километров ниже нулевой отметки. Это значит, модуль не получится использовать в качестве альтиметра. Подвел ее GPS-модуль. Контроллер замерз все за ту же минуту. И вот это уже серьезный повод для беспокойства. Если GPS замерзнет насовсем, мы не найдем наш зонт. И если плат тому наштампуем сколько угодно, вот дарить экшн-камеры русалкам и медведям-шатунам, как-то откровенно не хотелось бы. До запланированной даты запуска осталось всего полтора дня. Поэтому разделяем задачи. Пока Игорь готовит платы к полету, Толик отправляется в магазин и попробует найти что-нибудь для сборки теплой гондолы, в которую спрячем GPS, GPRS и IMO. За их работу будут отвечать сразу две меги, ведь в авиации принято дублировать все, что только можно. А чтобы было совсем весело, одну классическую Уну мы все-таки закрепим снаружи приборного отсека. Оставайтесь на канале. И в следующий раз вы увидите, как мы соберем гондолу для электроники и, наконец, отправим Ардуино туда, куда не ступала нога Пикара. До скорого! Ты записываешь мой ролик, но ты делаешь это без уважения, Сережа. What the fuck is going on? Ребят, ладно, давайте... Соберем гондолу для электроники и отправим, наконец, Ардуино к праотцам. Это как в фильме. Этот нос выдержит все. Давай, Крин! Сорян. Я вот не знаю, я только выиграл этот аккумулятор. Ваш здоровый. Чувствуешь, что это? Ничего не чувствую. Может, через эту дырку уходит? Как? Не оставь этот дам. Продолжение следует...